У нас давний конфликт в Европе – это Брексит. Подобные конфликты между странами всегда разрывают душу и сердца семьям. Семьям, друзьям. Следователи говорят, что Брексит дает нам уроки. Как правильно спорить с друзьями и не ссориться. Первое – слушайте и не перебивайте. Когда вы кого-то перебиваете, говорят они, по сути, вы даете понять, что вам все равно, что говорит собеседник. И полезнее повторить словами то, что говорит оппонент. И вы должны понять, из чего он исходит. Во-первых, говорить теми же словами, которыми говорит оппонент – это, конечно, верно. Иначе мы вообще не поймем друг друга, мы не поймем, в чем мы противоположны. А может быть, мы не так и далеки друг от друга. Это естественно. То есть надо говорить как бы на одном языке, пользоваться одними терминами. И максимально приблизиться к взаимному пониманию проблемы. Не согласию, а пониманию. Мы можем быть абсолютно противоположны, но мы абсолютно понимаем, почему мы абсолютно противоположны. Тогда мы держим паузу. И тогда вот уже зафиксируем эту противоположность, противостояние. И начнем на одном языке красиво, медленно обсуждать, каким же образом можно прийти к решению, если мы поднимаемся оба над этой проблемой и объективно пытаемся ее разрешить. Как будто она не у нас, а между кем-то и чем-то. Следующее правило – переубедить не самое главное. Исследователи говорят, что важно быть любознательным и заинтересованным, и пытаться понять, почему оппонент думает не так, как вы. Смириться с другой точкой зрения очень сложно. Убеждения людей, заложенных глубоко внутри, могут быть связаны с особенностями личности, характера и так далее. И мы тем самым загоняем себя в ловушку, думая, что если нам не удается заставить собеседника согласиться с нами, никакого прогресса не происходит. Как ведь странно смотреть. Умные люди. Один поднимается на трибуну, говорит одно. Второй на 180 градусов противоположное. Другое. Откуда это может быть такое? Откуда? То, что говорит один, у другого, причем это не специально он делает, потому что тот сказал, то я обязательно против. Еще до того, как я знаю, что он сказал, я пишу на записке «голосуем против». Нет. Все-таки здесь есть очень интересная природная основа, такая для этих противоположностей, противостояний. Один думает, что он прав, и второй думает, что он прав, исходя именно из рационального своего мышления. То есть оно не одно у всех, оно разное, оно противоположное. В природе есть много корней таких, что я думаю так, а он думает так. И мы никогда не сможем в этом отношении быть как одно целое. Где же это одно целое между нами, над нами, если мы сблизимся вопреки своих противоположностей? Как это сделать? Значит, нам надо выразить свои противоположные взгляды, чтобы мы их уравновесили. Вот это я, а это ты, и мы противоположные. В дискуссии между нами, в разговорах между нами. А потом мы поднимаемся над ними и соединяемся вместе. Когда каждый отменяет себя, глядя на другого, что тот тоже отменяет себя. И мы исходим из нашей общей точки зрения. Потому что эта общая точка зрения, вот она-то исходит из высшей силы. В ней объединяясь, мы можем найти настоящую истину, которая будет источником и его убеждений, и моих убеждений. И только таким образом мы можем соединиться. Поэтому и говорится, все прегрешения покроют любовь. А прегрешения останутся. И одновременно с этим будет любовь. Иначе ее не будет, то есть связи между нами, иначе не может быть, как только в подъеме над нашими разногласиями. И только эти разногласия, они создадут условия для объединения, для солидарности, для связи между нами. Как красиво было бы у нас в жизни, если бы мы всегда решали конфликты. Мы не сможем это решить. Для этого нужна методика Каббалы, объединение, знать, как объединяться над нашими противоречиями, когда каждый может топнуть на себя и подняться над собой. Над собой, не над другим. Над собой. И так каждый, тогда мы обретаем сверху общую платформу. Четвертое правило. Умейте признать поражение. Если вы проиграли в споре, это не значит, что вам нужно изменить точку зрения. Я не думаю, что это правильно. Это не считается поражением, с моей точки зрения. Если мы поднимаемся над собой и пытаемся соединить себя с другими, с нашими идеологическими противниками, это не поражение. Это наоборот. Мы находим истину. А в истине нет победителя или побежденного. Потому что достижение истины, оно является ведь нашим идеалом, общим. И поэтому все могут быть довольны, и никто в достижении истины не оказывается, что он побежден, повержен. Он, наоборот, ну и что с того, что я отказался, отдалился от своей точки зрения, она была несовершенна. Не то, что я был неправ. Я был прав в своей точке зрения, но и он был прав в своей точке зрения. И еще кто-то там может быть. И поэтому, когда мы поднимаемся над собой в общую точку зрения, мы не то, что отказываемся от своей прошлой правды, это была правда относительная, а сейчас мы достигаем абсолютной правды. В этом-то и заключается смысл правильного объединения. Над всеми прогрешениями сознается любовь. И вот последнее правило, которое говорит вовремя остановитесь. Если вы видите, что ваш собеседник легко расстраивается, возможно, лучше закрыть тему. Я бы сказал так. Я очень не заинтересован в том, чтобы повернуть собеседника. Не заинтересован? Не заинтересован. Потому что в таком случае я сам не достигну истины. Мне надо, чтобы он и я крепко стояли на наших первоначальных основах и укрепляли бы их. Я даже могу перейти на его сторону и вместе с ним защищать его точку зрения. И он должен перейти на мою сторону и защищать вместе со мной мою точку зрения. А потом мы снова расходимся. Да. И вот тогда, когда мы поднимаемся над этим, тогда мы чувствуем, что мы действительно нашли истину. Ну, не то, что он был прав и я был. Каждый из нас был прав по-своему. Потому что во всех нас разная природная основа. А когда мы приходим к тому, чтобы найти общее, вопреки мнению каждого из нас, это истина и это действительно счастье достичь такого уровня. Так что это возможно. Продолжение следует...